МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Сурдонолстей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О планах и проектах, когда в Старом районе появится новая детская поликлиника. Благоустроенные дворы и общественные пространства в Сарове реализуют программу поддержки местных инициатив. С заботой о здоровье детей 20 ноября – Международный день педиатрам. Далее расскажем обо всем подробно. Вопрос строительства новой детской поликлиники в Старом районе остро стоит уже давно. В здании на Настырской площади ведут прием только педиатры и берут некоторые анализы. Однако в ближайшее время врачебные кабинеты переедут в бывшую физиолечебницу на Октябрьском проспекте и останутся там до окончания строительства новой поликлиники. О том, когда начнутся работы по ее возведению и какой она будет, расскажем далее. Новое здание детской поликлиники построят на продолжении улицы Чапаева около дома по адресу Силкина 44. Пятиэтажная постройка будет включать в себя кабинеты приема участковых педиатров, неотложной помощи, функциональной диагностики и лечебной физкультуры. На территории площадью более 8 тысяч квадратных метров разместят игровую площадку и парковку. Будут работать кабинеты здорового ребенка, эндоскопии, отделение восстановительного лечения и диагностическая лаборатория. Из федерального бюджета на новую детскую поликлинику потратят более 900 миллионов рублей, 400 из которых пойдут на покупку современного оборудования. Это будет такой хорошо оснащенный диагностический центр. То есть МРТ-томограф, компьютерный томограф, ультразыковые аппараты, рентгеновские аппараты, эндоскопические аппараты и так далее. То есть туда мы все, что могли, максимально включили. И как бы все это устояло при экспертизе, все это принято, и это будет поставлено. Согласно проекту, на втором, третьем и четвертом этажах будут находиться игровые зоны для малышей, чтобы время ожидания врача проходило в комфортной обстановке. Каждое место оборудуют детской мебелью и игрушками, мягким, безопасным напольным покрытием. Для хорошего настроения маленьких пациентов стены украсят рисунками и аппликациями. Пока будут строить новую поликлинику, прием юных больных перенесут с Монастырской площади на Октябрьский проспект, дом 6. Сюда, в здание бывшего физиотерапевтического отделения, перенесут прием маленьких пациентов. Несмотря на то, что здание меньше по размеру, работать детская поликлиника будет в штатном режиме. К февралю рабочие должны отремонтировать помещение, подготовить кабинеты и перевести мебель и оборудование. На временное место переедет весь медперсонал. По-прежнему будут работать процедурные и прививочные кабинеты. Кабинеты неотложной помощи и педиатрии, регистратура и гардероб. Во время ожидания приема врача в коридорах дети смогут посмотреть мультфильмы и поиграть в специальных местах. Попробуем создать какую-то игровую зону и игровые комплексы, пусть и небольшие комплексы, чтобы если придется это самое ожидать, то чтобы это ожидание было в более комфортных условиях. Хотя общая задача – это сократить время ожидания до 10-15 минут. Сейчас мы над этим работаем. Наверное, в обычное время это возможно, но период повышенной заболеваемости ждать, конечно, придется. Срок сдачи новой поликлиники – конец 2021 года. Спустя 20 месяцев от начала строительства. Подрядчика определяют на аукционе в конце ноября. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Нижегородская область переходит на раздельный сбор мусора. В правительстве региона пообещали, что до конца года будут оборудованы около 2000 мест накопления отходов, а во дворы закупят 6000 контейнеров и 1000 бункеров для крупногабаритного мусора, в том числе и для пластика. На это уже выделили 400 миллионов рублей из регионального бюджета. Однако в законе есть подводные камни. Переходить на систему раздельного сбора мусора или нет – этот вопрос должны решить сами жители многоквартирных домов. Обязывать горожан сортировать отходы никто не будет. Однако, если дом все же перейдет на новую систему, сумма за вывоз мусора изменится. Казалось бы, при правильной организации жители получат сниженный тариф. Полигон будет принимать отсортированные отходы, чтобы в дальнейшем отправлять на переработку. Складировать их больше не придется, от этого и расходы уменьшатся. Однако, не все так просто. Федеральное законодательство четко предусматривает, что как только жильцын многоквартирного дома проголосовали о переходе на отдельный сбор отходов, учет отходов для данного конкретного отдельного дома, он уже идет не по нормативу накопления, установленного территория Нижегородской области, он идет по факту. Причем именно так придется платить как за отсортированный мусор, так и не отсортированный. Зачастую, как уверяют представители реагоператора, объем вывозимых отходов превышает установленные нормативы. К тому же желтый контейнер для раздельного мусора нужно приобрести и установить. Это ложится на плечи жильцов. В идеале придется создать отдельную контейнерную площадку для каждого дома, чтобы вести учет объема вывезенных отходов и огородить ее, чтобы свой мусор туда не выкидывали посторонние. Давайте не будем забывать про огромногабаритный мусор, про все эти шкафы, холодильники, телевизоры, диваны и так далее. В данном случае, в данном случае, предусмотрим тоже вывоз этого мусора по факту. И придется этот мусор копить жильца на этой площадке и вызывать каждый раз бункеровоз, потому что этот мусор должен быть защитным. Если на вывоз этого мусора пригонят бункеровоз вместимостью 8 кубических метров, то и счет выставят именно за этот объем, даже если по факту мусора меньше. Сложности возникнуты у жителей частного сектора. За них решение о переходе на раздельный сбор принимает муниципалитет. Сейчас объемы мусора, которые региональный оператор собирает в частном секторе, идут с превышением норматива. Иногда почти вдвое. Если я боролся с ветками, которые не являются твердыми коммунальными отходами, там этими всеми запорными крышами, которые мне валили, я вам скажу, я сейчас с удовольствием все это везу и выстрою капитал. Я вам реально говорю, а зачем я буду с этим бороться? С администрацией по всей Режгородской области я объясняю отношения. Вот эти навалы, огромные ветки, деревья, столбов и всего остального. Я это все заберу и жителям выстрою. У меня же теперь привязка лисы я ввожу по факту. Внедрение раздельного сбора мусора обсуждают в нашем регионе уже давно. Однако пока к этому не готовы ни управляющие компании, ни региональный оператор, ни сами жители. Продолжается реконструкция лыжной базы. Идут земляные и электромонтажные работы, формируют контуры новых площадок для занятий воркаутом и игровыми видами спорта. Рабочие закладывают основания для будущего озеленения. Подрядчикам выступает дорожное эксплуатационное предприятие. Также ДЭП отвечает за реконструкцию парка Зернова. Там специалисты укладывают брусчатку, параллельно строят новую набережную реки Сатес и лестницу. На объект привозят малые архитектурные формы, мачты освещения и элементы украшения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 27 ноября в 11.00 состоится встреча главы администрации Алексея Голубева с предпринимателями. Встреча пройдет в здании администрации Сарова, третий этаж в приемном зале кабинета 320. На приеме будут рассматриваться частные вопросы, поэтому обязательно предварительная запись. Зарегистрироваться на встречу можно у секретаря главы администрации по телефону 97770. Спектакль Саровского драматического театра «Белоснежка и семь гномов» в постановке режиссера Алексея Забегина включен во внеконкурсную программу «Детский уикенд» фестиваля «Золотая маска». В афише программы постановки всех жанров для детей всех возрастов от лучших театров России. В этом году к участию в программе допущены всего 12 спектаклей из различных регионов страны. Выступления пройдут в Москве с 13 по 15 марта 2020 года. Программу поддержки местных инициатив уже не первый год реализуют в Сарове. С ее помощью активные жители уже установили в своих дворах спортивные детские площадки, отремонтировали дороги и тротуары. Деньги на проекты на условиях софинансирования выделяет областной бюджет. И практически каждая инициатива жителей по благоустройству находит поддержку. О результатах программы в этом году расскажем далее. Уютная детская площадка, новые тротуары, расширенная парковка и освещение у дома 26 на улице Шверника появились совсем недавно. Комфортная дворовая территория – результат проекта «Теплый двор», который реализовали в рамках программы поддержки местных инициатив. Депутат Петр Смирнов вместе с жителями округа номер 29 участвует в ней четвертый раз. В этом году здесь был реализован проект на миллион двести. Был полностью реконструирован двор, фактически новые дорожки проложены, асфальтовые, с поребриками. Полностью сделана новая детская площадка с мафами разных возрастных категорий. Это для старших и для младших возрастных категорий. Также сделано освещение. Собственно говоря, с этого все и начиналось, потому что было желание жителей осветить свой двор. В программе поддержки местных инициатив многое зависит от желания жителей. Они выбирают территорию, которую необходимо благоустроить, самостоятельно или вместе с депутатом собирают документы. После их подготовки проходит конкурс, в рамках которого комиссия правительства Нижегородской области отбирает 8 проектов для воплощения. 50% средств выделяется из регионального бюджета, 35% – из городского. Остальную сумму вкладывают спонсоры и местное население. Граждане собирают какое-то количество денег. Например, в этом году это 5% от стоимости программы. И еще выполняют работы нефинансового плана, то есть какие-то работы по благоустройству своей территории. В этом году в нашем городе при поддержке правительства Нижегородской области уже реализовали три проекта. Один из них – ремонт асфальтобетонного покрытия, проездов Ореховой и Соловьиной в Тизе. Раньше на этих улицах лежал щебень. Сейчас – новое дорожное полотно. Могут выбираться проекты, связанные с автодорожной деятельностью, с благоустройством, с обустройством мест захоронения, потом водоснабжение проекты, наружного освещения. Направлений много. Главная инициатива – население. Еще пять проектов программы находятся на стадии завершения. Дружбу закрыли. Что будет на ее месте? Офис, услуги населению или сетевой магазин? Через месяц Комитет по муниципальному имуществу намерен подписать акт приемки помещения по адресу Ленина, 23, и выставить недвижимость общей площадью почти полторы тысячи квадратных метров на продажу. О прошлом магазина, его настоящем и возможном будущем, расскажем в следующем репортаже. Жилой дом по адресу Ленина, 23, был построен в 1956 году. Изначально архитекторами на первом этаже этого здания были запланированы торговые помещения. И ровно через год здесь открылся магазин номер 26. Более полувека по этим ступеням саровчане поднимались сюда, чтобы купить все самое необходимое для своей семьи. И вот история делает новый виток. Магазин закрыли. Еще кое-где остались ценники на товары, хотя витрины опустили несколько дней назад. Сотрудники освобождают помещение бывшего продуктового магазина «Дружба». Разбирают стеллажи и витрины, вывозят техническое оборудование, наводят порядок. В начале осени акционерное общество обеспечения РФЦНЕФ досрочно расторгло с администрацией города договор аренды. Мы за это время проводили работы по поиску арендаторов. Но как вы предполагаете, что здание с такими параметрами, с такой площадью, 1495 квадратных метров, арендаторов в Сарове найти достаточно сложно. Поэтому мы включаем данное помещение в прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы. На самом деле помещение магазина «Дружба» не в первый раз выставляют на торги. Пять лет назад уже были попытки его продать за 60 миллионов, но тогда сделка не состоялась. На тот момент стартовая цена была очень высокой, покупателей не нашлось. Пошли по второму варианту приватизации путем публичного предложения. Это когда возможность в ходе аукциона понижать цену до цены отсечения. И на тот момент даже находился покупатель, их было два. Процедуру аукциона оспорили через федеральную антимонопольную службу. Оказалось, что претенденты на недвижимость были в сговоре. Спустя пять лет администрация снова пытается найти нового собственника. В многоквартирном доме, как мы с вами знаем, можно открыть что угодно. Это и услуги, это и бытовое обслуживание, это и торговля, все что угодно. И там офис, никто не запрещает. По гражданскому кодексу разрешено собственнику делать, что пожелает. Сейчас говорить о цене помещения пока рано. Оценку будут производить после подписания акта приема-передачи. Но, как отметил Людмила Тырсина, за прошедшие пять лет недвижимость такого назначения сильно упала в цене. 20 ноября отмечают Международный день педиатра. Именно этот доктор заботится о здоровье малышей с первых минут их жизни. Чтобы стать хорошим специалистом, недостаточно получить соответствующее образование. Не менее важно уметь найти подход к своим пациентам. Об одном из представителей этой профессии в нашем городе расскажем далее. Это самая удивительная и самая замечательная профессия, которую, в принципе, я для себя желал бы. И она дает нам силы, когда сил уже нет. Профессию педиатра выбирают самоотверженные люди, уверена Ольга Зимина. Сама она работает по этой специальности 23 года, отдавая все свои силы и время маленьким пациентам. Ольга Владимировна, по сути, стала семейным доктором. К ней на прием приводят своих детей, а порой и внуков, те, кого она лечила в начале своего профессионального пути. К нам попадают совершенно несмышленные дети. Они вот лежат и пищат. А через 10, 15, 20 лет это зрелые люди, которые ты что-то вложил в частицу своей души, своего тепла. Работа педиатра подразумевает не только осмотр детей в поликлинике или на дому, назначение анализов и лечения, выдачу справок. Зачастую детский врач выступает в роли психолога. Ребенок очень сильно зависит от родителей. Эмоциональное состояние мамы или папы сказывается на здоровье малыша. Порой взрослые забывают, что никакая таблетка не заменит теплого и доброго отношения. А самый главный витамин, который нужно давать детям, это любовь. Многие болезни, связанные с головными болями, причем даже не подростки, а дети раннего возраста, невротические какие-то расстройства, они связаны с тем, что родители забыли о том, какой главный должен быть витамин. То есть они хотят вырастить успешного человека, а по факту они его загоняют в угол. Сейчас под опекой Ольги Зиминой 1200 детей, хотя по нормативам должно быть 800. Укрупнение участков произошло из-за нехватки этих важных специалистов, отвечающих за здоровье подрастающего поколения. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.